Это только начало. И еще не один, конечно, российский клуб что-то в этом сезоне там не выиграл. Хотя столько было радости по поводу того, что два аж клуба вышли в финальную, в общем, часть Лиги Чемпионов. И, в общем, какая-то засада творится. Ну, в общем, отчасти предсказуемая. Вчера произошла новость, с одной стороны, я узнал новость, с одной стороны, грустную, с другой стороны, в чем-то светлую. Вчера не стала Наталья Бонг. На 97-м году жизни ушла знаменитая лингвиста и автор учебника языка, который мы знаем под ее фамилией. Хотя там был, конечно, целый коллектив авторов, но фамилия, начинающаяся на вторую букву русского алфавита, помогала Наталье Александровне выходить всегда в первые забеги авторов на обложке и на обратной стороне. Всегда означалось как минимум три фамилии на обложке. И Бонг была всегда в числе первых. Я думаю, что человек, по учебникам которой мы учились, а также учились наши предшественники и, скорее всего, наши родители, а может быть даже у кого-то застали бабушки с дедушкой из наших слушателей, заслуживает небольшой, хотя бы пару минут памяти в радиоэфире. Елена Бонг вообще была урожденная Кроль, тоже не самая обычная фамилия, это еврейская фамилия. Она была дочкой Николаевского купца второй гильдии, а дедушка ее был зерноторговцем и купцом тоже первой гильдии в городе Кременчук, Хаим Кроль. Так вот, знал ли Хаим Кроль, что его внучка будет автором учебника, по которому будет учиться десятки миллионов советских детей. Слово «советский» тоже, конечно, не знал, и не факт, что он его вообще застал. Елена Бонг сама знала и немецкий язык, естественно, он был первым, когда она училась еще до войны, она 24-го года рождения была. И английский она тоже знала еще со школы, потом стала лингвистом. Кстати, в войну она оставалась в Москве, и всю историю с эвакуацией она тоже здесь прожила. Была молодой барышней и помогала гасить эти бомбы-зажигалки на крышах домов, как почти все москвичи. Ее будущий муж был фронтовиком, ранен был, дошел до Берлина. Ну вот, а потом она стала лингвистом, и действительно так случилось. А, кстати, была еще такая история, что она училась в одном классе с девочкой, про которую одна ее одноклассница знаменитая писала, что в школьных постановках Бонг проявляла, тогда еще Кроль, проявляла очень большие актерские данные, а потом, вспоминала уже потом, постфактум, эта дама стала обычным преподавателем английского языка. Ее одноклассницей была Светлана Лилуева, дочка Сталина. Вот так вот, да, такой поворот. Но, как мы знаем, никаким необычным преподавателем английского языка стала Наталья Александровна. Она написала аж целый учебник, действительно, который, наверное, во многих школах даже до сих пор еще не вытеснен американскими английскими учебниками, по которым, кстати, уже учился я в 90-х годах. Ну, я уверен, что у нас ученик Бонг тоже был и выдавался в библиотеке просто как, ну, потому что должен был быть. Всегда поиск учебника Бонг, а как тогда говорили Бонг, а потому что кто же его знал? Дама или господин автор был всегда сопряжен с разными трудностями. Те, кто постарше, помнят объявления в советских газетах, когда учебник Бонг предлагали не только купить, но и выменить, например, на серебряный подстаканник. Случались и такие. Вспоминают ее сослуживцы Натальи Бонг из литературного института, где она была, где она служила профессором с 93-го года. Вот, и буквально в конце 90-х годов, когда учебник Бонг был уже, ну, у всех на слуху, и было не одно поколение по нему выпущенное, Наталья Бонг вместе со своей дочкой Ириной Бонг написали еще один учебник, который тоже стал популярным, назывался «Английский шаг за шагом». Он и теперь у многих студентов пользуется спросом, ну, и тоже многие продолжают по нему учиться. Понятно, что 96 лет — это не самый юный возраст, поэтому я думаю, что мы можем проводить в последний путь таким образом Наталью Александровну не только скорбью, но и светлым воспоминанием о школьных годах, вне зависимости от того, насколько они были чудесные. Все-таки, мне кажется, человек, научивший английскому языку десятки миллионов наших сограждан, а мог бы больше, судя по результатам, все-таки заслуживает памяти. Наталья Бонг, 1924-2020. Нерушимая традиция нашей программы, рубрика «Сокровища нации», конкурс, в котором я прячу где-то в Москве или в другом городе. Небольшое сокровище, маленький магнитик, значок, наклейку, фрагмент открытки, что-либо. И где-то. Вот это «где-то» я загадываю в разных формах и предлагаю отгадать нашим слушателям, которые с этим чаще всего успешно справляются. У нас произошел феноменальный случай на позапрошлой неделе, не был найден приз. С одной стороны, говорят, что задание было сложным, с другой стороны, мы и подсказки никакой не дали. Но, естественно, все это быстро исправилось буквально на прошлой неделе, потому что только-только закончился эфир, буквально через час я получил сообщение от нашего редактора Дарьи. Это через час те редактора написали. Я тебе сейчас, так как я остаюсь после ухода Володи здесь в студии, я тебе расскажу, как это было. После программы Володи начинается программа Никиты Небылицкого. Значит, заканчиваются здесь новости. Выходит Никита, мы здороваемся, я, значит, краем глаза слежу за нашим ватсапом, и еще вижу, как, значит, ты удаляешься. И в этот момент падается. И я, как ты, эх, 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 ушел. То есть очень-очень реально быстро все было. Да, дела. Ну что же, мы можем только поздравить нас, что у нас есть такие слушатели. Я напомню задание, которое было блестяще побеждено нашим слушателям. Задание было таким. Его бронзовая спина была переотлита литературным классиком из другого металла. Кроме того, к ней прилагается глагол, производный от фамилии человека, с которым, говорят, вышло вроде драки или ссоры. Запутанная ситуация? Но вы разберетесь и найдете магнитик с тыльной стороны. Это блестяще сделал Антон. И он на связи с нами. Антон, я надеваю наушники и готов выслушать, как вы нашли... Доброе утро. ...наше сокровище. Антон, доброе утро. Антон. Так, подожди. Сейчас мы выясним, где у нас Антон. Пока вы общаетесь. Антон, давайте... Куда-то у нас пропало Антон. Давайте я еще раз напомню задание и начну намекать, где его надо было искать. Его бронзовая спина была переотлита литературным классиком из другого металла. Из другого металла, не бронзового. Более того, к ней прилагается глагол, производный от фамилии человека, с которым, говорят, вышло вроде драки или ссоры. Запутанная ситуация. Но вы разберетесь и найдете магнитик с тыльной стороны. Но смотрите, как я бы подходил к решению этой загадки. Нам понятно, что у нас есть какое-то изваяние человека. Оно на самом деле из бронзы. Но некий классик утверждал, что оно из другого металла. Пробуем еще раз. Антон. Алло, здравствуйте. О, получилось. Доброе утро. Поздравляю вас. Да, спасибо большое. Расскажите, пожалуйста, как вам удалось. Ну, была проведена командная работа. Спасибо большое еще моей девушке. Мы проснулись утром по 20. И произошло такое. Я вышел на минут 10 из комнаты, захожу. А девушка, кстати, слушала вашу программу первый раз. И говорит, здесь загадали какую-то загадку. И мне кажется, это говорят о Горького или Маяковского. Вот. Мы еще раз дождались задания. И был проведен штурм чуть-чуть по интернету. И мы так поняли, скорее всего, имейте в виду про памятник Горького. А мы как раз рядом живем. И буквально километр пройти пешком. И вот я подбежал, что сказать. Да, я нашел, на самом деле, уже он был у меня на руках. Но, видите, прям еще когда программа шла. Ну, я вам не сразу написал. Да, мы бы сразу вас разоблачили. Скажите, пожалуйста, как зовут вашу барышню? Александра. Александра. А как Александра догадалась, что это либо Маяк, либо Горький? Ага. Ну, она была уже знакома с письмом, с стихотворением Маяковского. И вот эти ваши ключевые строчки, они были самым понятным шифром. А другие были такие чуть-чуть сложиватые. Ну, в первую очередь мы думали, что про Горького, конечно. Хотя рядом еще Маяковский стоит, недалеко. Да, недалеко. А вы разобрались, к чему относятся первые строчки загадки? А напомните? Его бронзовая спина была переотлита литературным классиком из другого металла. Ну, вот мы догадывались, мы так поняли, это как-то, что вот это стихотворение, после этого стихотворения, как бы, отношение к Горькому, может, поменялось. Не-е-е, я сейчас все расскажу. Ну, Антон, вы с Александром все равно молодцы. И мы вас поздравляем. Это великолепно, что вы... Супер, спасибо большое. Очень прекрасные книжки. Очень интересные. Буду на новогодние каникулы обязательно читать. Спасибо. Я очень рад, что вы у нас изъяли. Спасибо большое. Я сейчас расскажу, с чем все это было связано. Итак, повторюсь очень быстро. Его бронзовая спина была переотлита литературным классиком из другого металла. Относится это к стихотворению Иосифа Бродского, фрагмент которого звучит так. Чугунного Максимыча спина маячила, жужжала мотовела, неслись такси, грузинская шпана, вцепившись в розы бешеной ревела. Есть такое у него стихотворение, ранняя сцена на Белорусском вокзале. Чугунного Максимыча спина. Вернее, возьмем две первые строчки. Чугунного Максимыча спина маячила, жужжала мотовела. Никакой он не чугунный. Это бронзовая скульптура, созданная скульптором Иваном Шадром и архитектором Михаилом Барщем. Такой был замечательный архитектор-авангардист в 1939 году. Уже авангард был прикрыт в Советском Союзе архитектурный, да и прочь тоже. И все художники и архитекторы занимались, чем было можно. Но, в частности, проектировали памятники. Вот. В 1939 году они эту скульптуру сделали, но ее сразу не установили. Она еще 10 лет. Понятно, что часть этого десятилетия следующего, 40-х годов, была занята другими делами у всех в нашей стране. А после смерти Шадра Вера Мухина, знаменитый скульптор, закончила этот проект-памятник. И в 1951 году его торжественно установили на площади Белорусского вокзала. Мы сейчас его там лицезреем. В 2005 году его оттуда убирали, потому что у Юрия Лужкова была потрясающая идея выдрузить там торговый центр, я уж не знаю, подземный или надземный. В общем, они стали активно перерывать площадь Белорусского вокзала. Я переехал в Москву в 2008-м. Думал, что так было всегда и не закончится никогда. Я не видел там никогда памятника Горькому, который утащили оттуда в 2005-м, то есть за три года до моего приезда. Но потом, слава богу, идея со строительством торгового центра, видимо, посчитали, что хватит нам еще 56 тысяч других торговых центров. И как-то это отменили, сделали там такой скверик и трамвайную остановку. В общем, как-то получилось более цивильной, чем планировалось. И вернули туда в 2017-м году памятник тому самому Максиму Горькому, который... Вообще у него, конечно, судьба. Вот он... В 2005-м году его оттуда сняли, он два года лежал просто и портился. Каким надо быть людьми, чтобы памятник положить? Неужели... Ну ладно, хорошо. Может быть, это не самый выдающийся памятник в мире, не самое выдающееся произведение, скульптуры, но чтобы его куда-то положить, а не поставить? Это надо... Поручик, была ли у вас мать вообще? Что ж такое-то, а? Что у людей в голове? Иногда вот кажется, что как-то чиновники корпусом тормозят. Это вот не тормозом, а корпусом. Это удивительно. Потом, слава богу, догадались, что он портится, если он будет лежмя лежать, и к тому времени, когда они достроят ТЦ или что-нибудь там планировали, он вообще попортится. И его поставили в парке Музеон, он там и стоял. Вот там я его впервые увидел. Я думаю, многие его там видали, когда гуляли по Музеону. В 2017 году его, благо, вернули на место, и чугунный Максимыч вернулся туда, где он стоял, спиной к Белорусскому вокзалу. Поэтому чугунного Максимыча спина. А вот чугунного это Иосиф Александрович у нас навыдумывал, потому что он, конечно, бронзовый. Не знаю, почему ему показалось, что он чугунный, но слово-то красивое, не спорю. Ну что, разбираемся дальше. Чугунного Максимыча спина маячила. К этому у меня в задании прилагается следующая строчка. Более того, к ней прилагается... О-хо, какая рифма. Более того, к ней прилагается глагол, производный от фамилии человека, с которым, говорят, вышло что-то вроде драки или ссоры. Знаменитое стихотворение Владимира Маяковского, которое называется «Горькому М». 1926 год. Алексей Максимович, как помню, между нами что-то вышло вроде драки или ссоры. Я ушел, блестя потертыми штанами, взяли вас международные рессоры. Пишет нам неистовый Владимир, чуть менее неистовому Максиму, которого, естественно, никто не называл Максим, вопреки его псевдониму. Все называли Алексея Максимовича, но по выдуманной фамилии не Пешков. Ну вот, собственно, вышло что-то вроде драки или ссоры. Действительно запутанная ситуация, но разобраться в ней по разным опорным моментам можно было. Во всяком случае, Александра, барышня Антона, справилась с этим легко и еще во время эфира. Присылайте всегда сразу же, если вы будете находить. Нам очень, Дарья, нравится прям с пыл и с жар прямо из эфира звонить тем, кто находит наши сокровища. Поздравляю вас, Антон. Поздравляю вас, Александр, еще раз. Ну что, задание на будущую неделю. А, в общем, тоже просто. Все замерли. В общем, тоже ничего сложного. Да-да-да, ты всегда так говоришь. Дом, где под одной из мемориальных досок блестящему однофамильцу, спрятан магнитик серебряного дождя, планировали этот дом построить ниже, чем он получился. Дополнительные этажи понадобились не для того, чтобы заработать больше денег на квадратных метрах, а чтобы высотностью скрыть вид на что-то. Впрочем, еще через 20 лет скрывать вид уже было не на что. Порочащую город постройку разобрали, а взамен поставили памятник ее тезке. Очень сложно сформулировал, но... Это все? Да. Так это ерунда, я поехала, сейчас сразу заберу все. Реально, это очень-очень легко. Итак, дом, где под одной из мемориальных досок, их там много, подскажу, одна из них посвящена реально однофамильцу, очень неожиданному, очень неожиданному однофамильцу, под одной из этих мемориальных досок спрятан магнитик серебряного дождя. Дом этот пытались построить, вначале планировали построить ниже, чем он получился. Дополнительные этажи, ладно, их было четыре, дополнительные четыре этажа понадобились не для того, чтобы заработать больше денег на квадратных метрах, а чтобы своей высотностью этот дом скрывал вид на что-то, на нечто, что не нравилось тогда никому. Впрочем, еще через 20 лет скрывать уже было нечего, потому что порочащую город постройку, которая находилась за этим домом, разобрали, а взамен ее поставили памятник ее, этой постройке, тезке. Все. Окей, друзья, кто прямо сейчас понял, о чем речь, и бросается на поиски, я напоминаю, что мы ждем фотографию вот с этим магнитиком, лучше всего селфи, чтобы мы понимали, как выглядит наш победитель. Присылайте фотографию в наш WhatsApp по номеру плюс 7903-797-6333. Самое главное, отправляя фотографию, не забывайте прописать слово «конкурс», чтобы мы ваше сообщение в потоке, в огромном потоке сообщений других слушателей не потеряли. Ждем-с. Как ты думаешь, получится по ходу эфира? Я думаю, что да. Это реально несложно. Окей. Учитывая чудеса, которые нам показали Антон с Александром, все это по плечу всем, в том числе и им. Еще раз повторю задание и расскажу о призах, которые мы вам вручим, если вы будете первым или первой. Дом, где под одной из мемориальных досок спрятан магнитик серебряного дождя, изначально планировали построить ниже, чем он получился. Дополнительные этажи четыре дополнительных этажа понадобились не для того, чтобы заработать больше денег на квадратных метрах, а чтобы высотностью этот дом скрывал вид на нечто. Впрочем, еще через 20 лет скрывать было уже нечего. Порочащую город-постройку за этим домом разобрали, а взамен поставили памятник ее тезке. Не знаю. Все нормально. Две книжки от издательства Бомбора. «Археология Москвы», написанная археологом Москвы, главным археологом Москвы, есть такая должность у нас. Этого господина зовут Леонид Кондрашов. А вторая книга авторства Софьи Багдасаровой, замечательный искусствовед и журналист, пишущий об искусстве, о делишках, которые я нередко рассказываю здесь в эфире. Так вот, предыдущая книга Софьи Багдасаровой называется «Воры, вандалы и идиоты». Собственно, исчерпывающая характеристика окружающих людей. «Воры, вандалы и идиоты» на самом деле книга о преступлениях в сфере искусства, которые были совершены на территории нашей страны или с участием наших соотечественников. Ну, «Воры, вандалы и идиоты» действительно, тут уж, кроме шуток, довольно исчерпывающий список людей, которые занимаются кражей искусства или попыткой махинации в области искусства. Вообще, это классная тема. Я вот сейчас подумал, что можно посвятить и как-нибудь отдельный эфир. Я очень люблю историю про город Гент, в котором выставили целую коллекцию фальшаков, просто огромную коллекцию русского авангарда, которая вся была просто... Кстати, до сих пор пока неизвестно, кем и где написано, но то, что это фальшаки, не вызывало сомнений ни у кого, был большой скандал. Или скандаль, да. А мне удалось на этой выставке побывать. Причем я ничего не знал, что там происходит. Но какие-то опасения, скажем так, закрались в мою неверстную голову. Ну, а потом, буквально через 2-3 дня начался скандал. Так вот, Софья Багдасарова как раз работает в издании Art Newspaper, которая раскрутила всю эту историю при помощи художника Павла Отдельного. Но помимо этого, Софья пишет про искусство в своем блоге Шакка Китсуны. Вот, написать это с произнесенного по радио еще сложнее, чем разгадать загадку в сокровищах нации. Пишет об искусстве, а еще пишет иногда книги. Очень интересные. Замечательные книги «Воры, вандалы, идиоты». Одна из них. Мы вам с удовольствием вручим, если вы найдете приз под одной из мемориальных досок, означенных. Тут у нас сообщение. Здравствуйте, лежу с вирусом, слушаю вас. 23 ноября в 9 или 9.15 передача ввела Александр Гаврилов. Андрей. Андрей Гаврилов. Саша Гаврилов, замечательный литературный критик и профессиональный читатель, здесь ни при чем. Он мельком сказал про обращение в суд о компенсации. Наш отец в 1942 году раненый в ногу, контуженный в голову, попал в плен до 1945 года. Был в лагерях с 1945 по 1948 в Сталинский лагерь, куда можно обратиться. Может, я неправильно поняла. Заразно благодарна. Слушаю вас. Несмотря на то, что вы не подписались, мы даже не знаем, как бы вам помочь. Там обсуждалась вообще тема компенсации. И, конечно, безусловно, это не вопрос ни к Андрею Юрьевичу. Ага. Например, через мемориал можно попробовать это выяснить. Да, как минимум. Да, лучше всего, наверное, сделать это через мемориал. Вот, просто не хотел оставлять это сообщение без ответа. Не слабо, так не слабо, пишет Станислав из Пятигорска. Не разгадать, мне так, как слушаю, один. Ничего, не помешало бы вам разгадать. Кстати, Станислав из Пятигорска рассказывал нам о своем дяде, который был с Телягой. Да, да, да. Как говорили в прошлом эфире. И спасибо большое, Станислав. Вы не поленились и прислали нам фотографии вашего дяди и короткий рассказ о вашей семье. Дядя у вас просто писаный красавец. Совершенно вообще какой-то не советский тип, хотя вполне советской жизни человек. Я, собственно, о нем поподробнее расскажу после нашей паузы. Это только начало. Это только начало. Меня зовут Владимир Аевский. В прошлый раз мы говорили с вами о стелягах, о том недолгом периоде в истории нашей страны примерно с конца 40-х годов до середины 60-х, когда действительно на улицах разных больших городов появлялись молодые люди, которые не хотели одеваться, как все, не хотели жить, как все, не хотели выглядеть, как все, не хотели двигаться, как все, и даже не хотели разговаривать, как все. Вот об их одежде, языке и привычках, и традициях мы говорили в прошлом эфире. И тут мы получили сообщение из разных городов. Я рассказывал о том, что улица Горького называлась, нынешняя Тверская называлась стелягами Бродвей, также называлась Невский проспект, также назывались улица Баумана в Казани, другие центральные улицы в крупных городах. По этим центральным улицам обычно стеляги дефилировали, продолжая называть эти улицы Бродвеем. И потом мы начали получать сообщения из городов поменьше, в общем, далеко не миллионников, и там наши слушатели рассказывали о том, что центральные улицы в их городах тоже назывались Бродвеями в те самые годы, в середине века, в том числе, не знаю, там из города Шахты, например, нам поступило сообщение, что и у них был свой Бродвей. Вот из Пятигорска наш постоянный слушатель Станислав тоже написал, что и у них был Бродвей, хотя бы про Пятигорск я могу понять, потому что это всегда было, если не всесоюзная здравница, то, по крайней мере, на всю страну известный курорт, и туда приезжали люди разные, в том числе из очень-очень крупных городов, и из столиц тоже. Станислав рассказал, что его дядя был с Телягой, меня это ужасно заинтересовало, и я, естественно, спросил, но поскольку мы общаемся односторонне со Станиславом и посредством СМС, то развитие мой вопрос получить не мог. Думал я, пока не получил письмо на нашу радиостанцию от Станислава, где он довольно подробно рассказывает об истории своей семьи и присылает фотографии дяди. Дядя Виктор Николаевич Криворотов, дядя Станислава, родился в декабре 41-го года, и вы представляете, в декабре 41-го года родиться, чтобы когда тебе полгода, всего лишь летом 42-го года вермахт подходит к Пятигорску, город частично эвакуируется, где-то бабушка Станислава пряталась с его маленьким дядей, ее муж, то есть папа Виктора служил в милиции, вот, и это было такое начало жизни. После этого они вернулись в город, Станислав пишет, что у его дедушки всегда были мотоциклы, его дядя Витя, пока все спали, потихоньку выкатывал мотоцикл со двора, чтобы никого не разбудить. Как можно было в Тихом Пятигорске не разбудить мотоциклом, даже если ты его не заводишь, а просто выкатываешь со двора, я не знаю, но это удавалось Виктору, что, собственно, ему все-таки служило службу. Во-первых, он действительно, по фотографиям судя, был красавиц, во-вторых, у него была настоящая прическа 50-х годов, кок, так называлась, самая модная стрижка, за которую, в общем, приходилось не сладко всем, кто ее носил, она была, чем ближе к оригиналу, оригиналом, конечно, в сознании советских людей был Элвис Пресли, фотографии которого каким-то образом сюда все-таки просачивались, так вот, у кого кок был начосистей, тот был красавцем писаний. Могу сказать, что кок Виктора Криворотова можно оценить на твердую четверку, если взять пятерку как недосягаемый идеал, то, конечно, на твердую четверку, особенно с поправкой на провинциальную южную жизнь, так вот, представьте себе, 50-е годы, небольшой Пятигорск, мотоцикл папы, Виктор его выкатывает и уезжает в ночь, как пишет Станислав, от барышень отбоя не было, тетя Зина рассказывала, вот, так что спасибо вам большое еще раз, Станислав, здорово вспомнить такого необычного человека, как ваш дядя, давайте будем делать это чаще, призываю вас всех, дорогие слушатели, если у вас есть истории какие-то интересные о вашей родне, я с удовольствием их перескажу вот так же в эфире, как рассказал о Викторе Криворотове, дяде Станислава Журавского из Пятигорска. Я собираюсь в Калугу, я знаю, что мы вещаем в Калуге, и у нас есть слушатели в этом городе, и вы нередко напишите, если у вас есть какие-то необычные советы, в частности, может быть, месяц или два назад вы рассказывали о доме, который... На чистоте 106,1 серебряный душ в Калуге. Да, привет всем, кто нас слушает, на 161 в Калуге. Если... Я помню, что наши слушатели рассказывали нам буквально месяц или два назад о доме, который построили турецкие военнопленные в 1915-16 году, может, даже 17-м. Это были турецкие военнопленные, поданные османского султана, которые были захвачены в плен русской армии, очевидно, где-нибудь в Рзуруме, и привезены аж в Калугу, и там действительно есть необычный дом, о котором есть такой слушок. Я себе навыписывал еще несколько мест, которые стоит посетить в Калуге, но это все довольно, ну, в общем, очевидные места, я думаю, что вы и сами их прекрасно знаете, церковь Космоидамияна, инновационно-культурный центр, художественный музей, Воскресенская улица, тот самый дом пленных турков, дом Теренина. Если вы хотите мне подсказать еще что-то интересное и необычное, расскажите, пожалуйста, я с удовольствием туда съезжу, посмотрю, расскажу о вашем городе в прямом эфире на Селебряном дожде. А может быть, кстати, пришла мне такая мысль, спрячу-ка я там следующее сокровище. Я не пойму, пишет Наташа, почему в Пятигорске был Бородвей, он и сейчас есть. Мы на празднике там гуляем, пишет нам Наташа. Да, действительно, нам писали слушатели, что центральную улицу, простите, я запамятовал, как она называется, у меня есть догадка, как она может называться, но я не буду позволять себе такого легкомысляя в адрес Пятигорска, в котором всегда хотел побывать. Я помню, наши слушатели рассказывали, что до сих пор, вот прошло уже сколько, со стиляжьих времен, 60 с лишним лет, а все до сих пор также ее называют Пятигорцы. Напомните, как она называется, пожалуйста. И, калужане, пожалуйста, расскажите мне о Калуге что-то, что вы считаете нужным рассказать, и чем вы хотели бы, чтобы я поделился потом в эфире с другими нашими слушателями. Хотел рассказать, возвращаясь снова сюда, в Москву, мысленно, хотел рассказать вам одну историю, которая лично меня будоражит. Я хотел бы поделиться ею с вами. Не понял, как правильно расставить все местоимения. Это история про Оливиза Фроф. Значит, геополитическая ситуация в начале 16 века сложилась непростая. Россия. Тогда, в общем, молодое государство, созданное, ну, принято считать, что объединение земель русских вокруг Москвы началось там при Дмитрии Донском, при Иване Калите, при Иване Калите, скорее, но вообще Россия, как страна, по-настоящему возникла все-таки при Иване Третьем, и тогда и удалось во время стояния на Угре покончить с нашим рабством, как писал Карамзин окончательно завершить монгольское иго, но это была еще молодая страна, которая периодически воевала со всеми и на Западе, и на Востоке, и на Юге. И ее молодая столица, город Москва, конечно, был всегда под угрозой, несмотря на то, что еще в 15 веке при том самом Иване Третьем итальянские мастера, приехавшие в нашу страну, построили там замечательную итальянскую крепость, известную нам как Кремль до сих пор, и не лишенную некоторых обитателей. Так вот, этот самый город, окруженный Кремлем, той самой крепостью, надо было как-то защищать от возможного супостата. Поэтому на Русь прибыли очередные итальянцы, в частности, итальянский мастер по имени Аливис Фрязин. Очевидно, что чувака звали просто Алуизио, но поскольку он был итальянцем, то спрашивать, как у него там фамилия, его звали Алуизио де Коризану, спрашивать, как у него фамилия, никто не стал, и просто назвали Алуизи итальянец. Это происходит со всеми иностранцами в России. Поскольку итальянцев называли Фрязины, то и он остался Аливизом Фрязиным, старым. Но у него был также последователь, который приехал примерно в тот же период, это был Аливиз Новый. О том, кто строил все-таки Аливиза Фроф, тот, о котором я хотел бы рассказать, я вот не очень понимаю, то ли Аливиз Старый, то ли Аливиз Новый, но, наверное, это не так важно, тем более, что Рватово мы, я думаю, что не увидим, а может быть, по крайней мере, не увидим еще долго. Ну вот, надо было построить Ров. Как мы знаем, в Москве текла еще одна река, которая была очень важной в нашем городе, называлась она Неглинка, о ней до сих пор осталась память в виде улиц Неглины, естественно, в виде Кузнецкого моста, тоже улица, которая когда-то была мостом через Неглинку, и протекала эта речка, на месте Александровского сада, который был поверх нее и разбит когда-то императором Александром Первым, а назван так в честь Александра Второго. Но это отдельная история. Ну вот, две речки текут, около них крепость Кремль, и надо вырыть ров. В том месте, где хотели его вырыть, как раз речки не текли, и надо было их соединить таким каналом, который бы наполнялся водой из Неглинки, тоже бы выливалась вся вода в Москву реку, и получилось бы вполне себе такое фортификационное сооружение. Этот ров решили прорыть прямо по Красной площади, которая тогда, кстати, не уверен, что она Красной площадью называлась, но была, во всяком случае, Торгом. И, скорее всего, под именем Торг ее больше всего знали. Ну, во всех крупных средневековых городах старая площадь всегда называется или Торг, как в Великом Новгороде, например, или Рынок, как в огромном количестве городов, особенно украинских, как Львов, или польских, где площадь называется Рынок. Ну вот, и у нас был свой Торг, вдоль него, и хотели прорыть. Этот ров, собственно, это и сделали. В 1508 году Оливис, старый, слэш, Оливис Новый, я до сих пор не выяснил, кто это был, сказал, ну что, давайте, ребята, зовите землекопов. Хотели по русской, наверное, традиции позвать полтора землекопа, но явно, представляете себе, Красную площадь, вообще, не маленькое пространство, городское, и по нынешним-то меркам, а тогда и вовсе огромное. Чтобы прорыть ров длиной во всю Красную площадь, представьте себе, от Александровского сада, ну вот, от исторического музея туда, до Москвы реки, надо так, нехило постараться. Поэтому землекопы были приглашены со всей страны, явно, что их были десятки человек, и работали они над этим рвом аж полтора года. Просто вырыть какую-то канаву, дело дохлое. Во-первых, сползет туда крепостная стена, во-вторых, ну, где канава, там и набег. Такая пословие средневековая. Примета, я бы сказала, народная. Чтобы перепрыгнуть канаву, особого ума не надо. Поэтому надо было построить по-настоящему фортификационное сооружение, что, в общем, наверное, было несложно для итальянского архитектора, но некоторых усилий все же требовало. И этот ров действительно был построен, его облицевали камнем, он был довольно глубокий, от 8 до 13 метров. Представьте себе, что это, ну, примерно 3, 3 даже, может быть, где-то 4 этажа вглубь туда. Вообще нехило. А шириной 28-34 метра. Это тоже нехило, это не Кейн-Канава, а это ширина современной улицы Тверской. Ну, а сейчас-то, мягко говоря, широкая улица. До революции она была 12-метровой, а потом ее расширили почти в 3 раза, вот сейчас на 32 или 34 метра. Представьте себе всю эту Тверскую углубить внутрь на 3, на 4 этажа. Ну, нехилая задачка, да, ведь? Более того, надо при этом соединять 2 реки, Неглинную и Москву реку, сделать так, чтобы у тебя раньше времени туда не прорвало, вода не залилась. Еще этот весь ров надо облицевать камнем и кирпичом. В общем, как-то, чтобы все это фунт циклировало и перекинуть мост желательно через этот ров, в общем, сделать его каким-то сооружением, в общем, городским и используемым. Ну, все это, в общем, вполне себе получилось. И ров был прорыт, естественно, его называли Оливизов ров в честь его создателя. Не знаю, все ли горожане так хорошо владели москвоведением и называли его правильно. Почему мы с уверенностью можем утверждать, что этот ров был и существовал он ровно на том же месте? Хороший вопрос. Но ответ на него довольно простой. Если мы посмотрим, как официально называется собор Василия Блаженного, который построил сын человека, который заказал строительство рва, ров был построен при великом князе Василии Третьем, при царе Василии Третьем, а сыном его был Иван Четвертый, тот самый Иван Грозный. Как мы знаем, Иван Грозный в честь победы на Казани построил собор Василия Блаженного, который официально, внимание, называется церковь Покрова на Рву. С чего бы то вдруг он назывался бы Покрова на Рву, а с того бы то вдруг, что он стоит действительно на пересечении Москвы-реки и того самого Оливизова рва, который построил папаша Ивана Грозного. Более того, если мы посмотрим на русские иконы того времени, то мы тоже обнаружим, есть такая господи, как же она называется, там Богоматерь и вот она так нависает над Москвой и все эти московские купола и господи, икона 17 века, я забыл, как она называется, и Иван Великий, там и все Благовеченские Архангельские соборы и все кремлевские стены, в общем, как бы она так хранит Россию, а внизу вырыта какая-то такая, ну что-то плещется, так вот то, что это плещется, это и весь Оливий Зафров. Кроме того, есть несколько замечательных старых карт, которые были нарисованы иностранцами, голландцами и немцами, которые посещали нашу страну, одна из них изумительной красоты называется Кремленоград, прекрасное, по-моему, название, вполне в духе Владимира Сорокина, но и там же карта всей Москвы тоже довольно подробная и внизу плещется нечто, так это тот сам Оливий Зафров. После небольшой паузы я расскажу о том, кто потом поселился в этом Оливий Зафрове и самое-то главное, а где он сейчас, потому что на Красной площади как-то вроде бы все наоборот, круглей всего земля, а не рвей всего земля. Расскажу о том, куда делся Оливий Зафров после небольшой паузы. Это только начало. Перед замечательной песней мы остановились на том, что был прорыт при Василии Третьем, итальянским архитектором, Оливизом старым или Оливизом новым, Оливизов, соответственно, Рофф на Красной площади и вполне себе защищал Москву от возможных набегов. Правда, некоторые путешественники, в частности, английский путешественник, как же его звали? Господи, забыл тоже. Какой забывчивый ведущий сегодня. Писал, что когда он приезжал в Москву, Рофф не был наполнен водой. Но, может быть, там, конечно, очистные работы какие-то велись, но, в общем, вполне возможно, что... А, Климент Адамс, да, действительно, такой был английский мореплаватель, который посещал Москву вместе вот с первыми приездами англичан. Мы в прошлых эфирах тоже об этом говорили довольно подробно. 1553-1554 год он в воспоминаниях писал, что канал наполнен не был. То есть, с одной стороны, конечно, может, Русь настолько встала с колен, что уже и наполнять ничего не надо было. С другой стороны, я предполагаю, что это означает, что там были некие шлюзы или клапаны, которые позволяли рву или наполняться водой из Неглинки или стоять сухим, как-то вот нужно было тогдашнему, видимо, коменданту или, как он тогда назывался, Кремля. Но случилось еще одно событие в истории нашей отчизны в 60-е годы 16 века русскому царю Ивану Грозному английская королева Мария I Тюдор с замечательным прозвищем Кровавая, видимо, они с Иваном Грозным быстро нашли общий язык, сделала подарочек, подарила ему нескольких львов, очевидно, двух, льва и львицу, прямо как на английском гербе, как мы знаем, там три льва изображено. Вот двух из них Мария I Тюдор подарила Ивану Грозному и вот поставьте себя на его место. Вот ты живешь в Кремле, у тебя есть два льва, которые тебе прислали из Англии, ну, а те, очевидно, где-то надыбали там в Индии, в Африке, в Куиндии. У тебя есть два льва, тебе надо куда-то их деть. Понятно, что ты не можешь их просто поселить у себя во дворе, как бы тебе не хотелось. Понятно, что они так и сжирали бы гораздо больше твоих подданных, чем ты можешь укокошить, но в целом, это не вполне контролируемый процесс. При этом, у тебя около дома есть огромная яма, облицованная, глубокая, и оттуда ни один лев не выберется. Естественно, львы жили прямо там, в этом рву, который уже водой тогда не наполнялся. При этом, как только его перестали наполнять водой и поселили там львов, естественно, тут же пришел Давлет Гирей. Это мгновенно прямо случилось. Крымский хан, двоюродный брат Сулеймана Великолепного, османского султана, совершил набег на Москву. Как мы знаем, спалил ее дотла. В частности, горел и посад, и все вокруг Кремля, и погибли те самые львы, которые жили в этом замечательном рву. То ли до этого, то ли после этого персидский шах подарил, сделал еще один подарок Иоанну, подумал, что его зверинец был бы неполным без слона. Вот уж точно индийского. И этот слон, ну опять же, куда его поселишь? Не дома же держать? Наверняка мог Иван Грозный выбрать какую-нибудь посудную лавку и поселить из чувства противоречия слона там, но опять же, он этого не сделал и поселил его где? Да, опять же, в том же самом рву, где этот слон вполне себе и жил. Про львов это точная информация, потому что Генрих Штаден, знаменитый немец, который служил опричником у Ивана Грозного и оставил после себя великолепные записки, в частности, чтобы проинформировать общественность о том, как устроена Москва, и чтобы общественность поскорее эту Москву захватила, так вот он вспоминал этого слона и некого араба, неизвестно, кого он подразумевал под словом араб, того араба, который за этим слоном ухаживал. Ну вот, а потом, в общем, ров стал терять свое фортификационное назначение довольно стремительно, все терял его и терял, и ров все стоял и стоял. Так вот, представьте себе, этот ров простоял вплоть до войны с Наполеоном, то есть, например, маленький Пушкин, как известно, родившийся в Москве, вполне мог этот ров видеть. Да, в общем, что, ну, это на самом деле не так давно, конец 18 века, начало 19-го, события, описанные у Толстого в «Войне и мире», тоже включают в себя бытование в этом городе людей, которые вполне себе видели Тальвиза-фров и взаимодействовали с ним, как с городским объектом. Ну, после московского пожара 1812 года в городе был объявлен план перехват, план перестройка, поэтому, как мы знаем, значительная часть Москвы была перестроена, и, в частности, засыпали Оливиза-фров как средневековую какую-то отсталую уже никому не нужную вещь, засадили его и посадили деревья, чтобы все было цивильно. Так вот, этот Оливиза-фров до сих пор жив, он находится там, под мавзолеем и под знаменитым некрополем у Красной площади. Когда в 24-м году, в 25-м году ставили мавзолей, то обнаружили там остатки этой крепостной стены. Более того, поставили мавзолей, все засыпали, организовали некрополь, но все это периодически съезжало куда-то вглубь. И в 65-м году решили укрепить, снова открыли и обнаружили там стены Оливиза-фрова. Последний раз его видели в 72-м, 74-м году, когда реконструировали Красную площадь и сохранились фотографии замечательной стены Оливиза-фрова, которые до сих пор находятся где-то там. Так вот, завершая свой рассказ об Оливизовом рве, за 10 секунд успеешь. Если мы придем к власти и что-то сделаем с этим некрополем на Красной площади и нечто произведем с мавзолеем, то безусловно откроем Оливиза-фров для потомков. Серебряный дождь. 25 лет независимых программ, независимых новостей, независимой музыки.